Надеюсь, слышно и видно меня хорошо. Давайте повторю нашу сегодняшнюю тему. Это использование нервов и психологических игр для развития мышления дошкольников. Сегодня мы с вами поговорим именно об этом. По тому, как скачать презентацию. И в презентации, как всегда, маленький бонус от меня – это буклет для вас. Вы можете его тоже использовать в своей работе. Это рекомендация родителей по нейропсихологическим играм, по играм на кухне. Даже на кухне мы можем развивать ребенка, пока мама или папа готовят. Мы можем под нашим наблюдением развивать ребенка обычными предметами нашего обихода. Поэтому посмотрите во вкладочке файла «Помимо презентации» есть такая полезная информация, полезный буклетик. Надеюсь, он вам пригодится. Давайте вернемся непосредственно к нашей сегодняшней теме. Еще раз ее повторю. Это использование нейропсихологических игр для развития мышления дошкольников. Почему именно дошкольников, мы тоже сегодня с вами поговорим. Если говорить о том, почему это направление, почему эта деятельность актуальна, то актуальной проблемой в нашей стране является обеспечение психического и психологического здоровья именно нашего подрастающего поколения. Если мы с вами говорим о термине «психологическое здоровье», раскрываются такие понятия, как «психология человека», «психология здоровья». Под «психологическим здоровьем» мы понимаем совокупность нормально функционирующих психических механизмов и процессов. По мнению Дубровиной, психологическое здоровье характеризует личность в целом, то есть полностью проявление человеческого поведения, проявление человеческого духа. Если говорить о дошкольниках, в качестве критерия психологического здоровья выступает гармония ребенка и социума, то есть удачное, успешное включение, успешная адаптация, успешная социализация ребенка в социум. Многие современные специалисты считают, что без наличия психологического здоровья невозможно полная самодостаточная личность. Без включения в социум, без удачной адаптации, без удачного взаимодействия с социумом мы все с вами понимаем, что полная личность, она невозможна. Все равно будет какой-то дискомфорт. Если говорить о статистике, то в последние годы на свет появляется все меньше детей с первой группой здоровья. Они только появляются, у них уже не совсем все хорошо со здоровьем. А если мы с вами говорим о дошкольном возрасте, то их процент еще больше снижается. Если мы говорим о начальной школе, то еще меньше, да, и из школы уже у нас практически здоровых детей не выходит. Почему? Потому что наблюдается рост заболеваемости различными нервно-психическими расстройствами. Также начинает распространяться, да, патология беременности и родов, увеличивается распространенность, да, патологии беременности и родов, различных соматических заболеваний, различных патологий беременности, патологических состояний еще в детском возрасте. Казалось бы, да, там ребенок даже там до года у него были какие-то нарушения центральной нервной системы, да, потом все восстановилось, но не все так хорошо. Даже если у нас это было там до года, восстановилось, оно может дать свои последствия, все мы это с вами знаем, оно может дать последствия в дальнейшем. Перинатальная патология центральной нервной системы, даже в случае благоприятного исхода, имеет отдаленные последствия, да, она отрицательно влияет на психическое развитие, также она влияет очень плохо на социализацию и на адаптацию. Но, к сожалению, тот момент, что эти дети после года, у которых была патология и все восстановилось, да, они просто пропадают с поля зрения специалистов первого года жизни. Они их отвели до первого года, да, так как медики, они посмотрели, у ребенка вроде бы все нормально, он дотянул до нормы и все. Они как бы исчезают из его жизни, что является очень плохим моментом. И многие родители думают о том, что, ну, мы же вытянули ребенка к норме, подтянули и все у нас будет хорошо. Но, да, может быть, все будет хорошо, будет хорошо, что все будет хорошо, но не нужно забывать о том, что этим детям, у которых была патология до года, даже если она восстановилась, необходимо все равно особое поддержание, особый уход, так сказать. Во избежание этого необходимо использовать комплексный подход к данной проблеме. Если мы с вами говорим о том, кто же должен заниматься, да, заниматься должен не один специалист. Совместная деятельность специалиста может улучшить не только здоровье, но и гармонизировать развитие нашего ребенка. То есть сделать как бы все в гармонии и все в хорошем соотношении. Нейропсихология детского возраста выступает одной из дисциплин, разрабатывающей научные и прикладные аспекты здоровья сберегающих технологий. То есть здесь мы используем большое количество именно здоровья сберегающих технологий. Психологическое здоровье ребенка, дошкольника, характеризуется развитием психических процессов. Мы все с вами понимаем, да, что основной скачок, основной рост именно формирование внимания, памяти, мышления идет у нас в дошкольном возрасте. То есть в дошкольном возрасте мы с вами формируем тот фундамент, ту базу, на которую уже дальше ребенок накладывает знания, умения и навыки. Вот почему важно именно в дошкольном возрасте сформировать хороший плотный фундамент, хорошую плотную базу. Если говорить о том, да, что в дошкольном возрасте происходит развитие психических процессов, устная работоспособность, преобладание положительных эмоций над отрицательными, формируется самооценка, начинает формироваться уровень зрелости процесса возбуждения и торможения. И также в этот момент именно в дошкольном возрасте на основе всех этих моментов, да, формируется уверенность в себе и в своих силах. Согласитесь, если мы еще в дошкольном возрасте сформируем хорошую самооценку, мы сформируем уверенность в себе и в своих силах, то ребенок будет намного лучше, намного активней социализироваться и адаптироваться. То есть адаптация у него будет проходить наиболее мягко. Да, в детском саду каждый специалист использует, наверное, ну, каждый из вас, если кто-то работает в детском саду, вот вижу по комментариям многие, кто работает в детском саду, ну, и в школах, особенно в начальной школе, да, каждый использует в работе здоровосберегающие технологии. Допустим, на занятиях педагога-психолога или педагога используются физкульт-минутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз. Допустим, если есть такая возможность, то использование песочной терапии, да, при работе с различными возрастными категориями стоит отметить, что сейчас у детей, наверное, вы заметили, возникают трудности сосредоточения, переключения внимания, некоторое снижение слухоечевой памяти, двигательная недостаточность, трудности при рисовании, вырезании, конструировании, речевые нарушения сейчас очень много, наверное, вы тоже заметили, что детей речевиков, наверное, многие логопеды со мной согласятся, что сейчас прям очереди на занятия с логопедами, и особенности эмоциональной сферы. Наверное, многие из вас это заметили, что нынешнее поколение детей, оно, ну, все поколения, мы все с вами понимаем, отличаются, да, но нынешнее поколение, у них есть именно вот такие вот моменты, вот такие вот особенности. Для того, чтобы наши детки, наши дошкольники, перейдя в школу, могли успешно обучаться, успешно развиваться в школе, одним из основных условий является полноценное развитие, как я уже сказала, в дошкольном возрасте. И что же мы с вами развиваем нашими нейропсихологическими упражнениями, да, мы с вами развиваем межполушарное взаимодействие, то есть взаимодействие между нашими двумя полушариями. А что же дают наши нейропсихологические упражнения? Они в первую очередь развивают наше мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют, опять же, нашему улучшению памяти, внимания, и на базе этого они облегчают процесс чтения письма. Как я уже сказала, да, если мы в дошкольном возрасте сумеем с вами сформировать ту базу, тот фундамент, на который ребенок потом будет накладывать знания, умения и навыки, то дальнейшее обучение в школе для него уже не будет составлять какие-то сложности. Ему будет уже дальше легче усваивать ту или иную информацию. Если говорить о моменте уже подготовки к школе, да, естественно, готовимся к школе мы в нашем дошкольном возрасте. Да, есть дети, которых можно не готовить к школе, да, но все равно у них при этом должны хорошо быть развиты мелкая моторика, да, внимание, память, мышление и так далее. При подготовке детей к школе необходимо уделять большое внимание развитию, опять же, нашего мозолистого тела, как я уже сказала, межполушарных связей, ведь нарушение мозолистого тела искажает нашу с вами познавательную деятельность. Основное развитие межполушарных связей формируется, почему я говорила, о возрасте дошкольном, да, у девочек до 7 лет, у мальчиков до 8-8,5, у мальчиков немножечко подольше, да, но до 7 лет, чем лучше мы разовьем эти навыки, да, внимание, память, мышление и наши межполушарные связи, наше мозолистое тело, чем лучше мы их разовьем до этого возраста, у девочек до 7, у мальчиков до 8-8,5, тем крепче и тем шире будет наш фундамент для того, чтобы накладывать наши дальнейшие знания, умения и навыки. Сейчас я вам расскажу о комплексе нейропсихологических упражнений. Я расскажу сейчас основные, и если в конце не будет там вопросов каких-то, еще чего-то, я дополню еще упражнениями. Но основные упражнения мы сейчас с вами разберем. На что же направлены наши упражнения, да, это упражнения и это занятия для именно подготовительной группы. Не для совсем наших маленьких деток, да, а деток, которые уже ближе к школе. Данные упражнения разбиты по блокам, сейчас я перечислю по каким, и потом по каждому блоку мы с вами пройдем непосредственно. Упражнения это дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, растяжки и упражнения двигательного репертуара. Если говорить о том, как проводить занятия, занятия проводятся не реже одного раза в неделю. Но вообще желательно, если комплекс упражнений всех вот этих будет проводиться по 15 минут и ежедневно. То есть чем систематичнее, чем ежедневнее будут проходить наши занятия, тем лучше будет формироваться наша база. Здесь не в длительности, да, вопрос, не так, что мы там собрали детей и час с ними занимаемся. Лучше заниматься там 5 дней по 10 минут, чем 1 раз в неделю на 60 минут. То есть здесь идет системность. Вот именно благодаря системности мы с вами и развиваем наших детей. Следующий момент мы с вами разберем наши дыхательные упражнения. Эти упражнения все, которые я сегодня перечислю, их можно включать в различные виды деятельности, да, в качестве физкульт-минуток. Как я уже сказала, это не целое занятие, да, не целый урок, а это несколько минут, которые мы включаем в наши режимные моменты. Ну давайте перейдем непосредственно к дыхательным упражнениям. Такие упражнения направлены на восстановление нормального дыхания в потоке, а также в комплексе с различными движениями. Здесь это способствует усиленному снабжению кислородом всех органов, тканей организма, оптимизации тонуса мышц, снижению возбудимости. А сейчас, ну, без диагноза, да, но многие мамочки говорят, что у меня гиперактивный ребенок. Он может быть даже не гиперактивный, он может быть просто активный, да. Так вот, дыхательные упражнения позволяют немножечко как бы снять эту возбудимость, снять эту перегрузку и успокоить ребенка. Также наши дыхательные упражнения за счет обогащения кислородом, они улучшают общее состояние ребенка. Какие же это упражнения? Первое наше с вами упражнение, это упражнение воздушный шарик. Исходное положение, ребенок стоит или сидит, руки лежат на животе. Если мы по команде взрослого говорим вдох, ребенок делает глубокий вдох носиком, при этом рот у нас закрыт. Надувает живот, как воздушный шарик. Обратите внимание, что надуть и нужно именно живот. Затем во время команды выдох, ребенок делает шумный выдох через рот. Одновременно с выдохом втягивает живот. То есть здесь мы работаем и животом, и дышим. Но обратите внимание, что это должно быть не быстро, да, но не так, чтобы у нас ребенок пересытился кислородом. А это должно быть с нормальным темпом, да. Глубокий вдох и выдох. Вдох мы делаем носом, выдох мы делаем ртом. Следующее. Кулак-палец. Исходное положение. Ребенок сидит или стоит. Во время команды взрослого вдох, ребенок делает вдох, опять же, через нос, простите. Рот в этот момент закрыт. Одновременно поворачивая большие пальцы, руку вверх. То есть при вдохе мы с вами делаем вдох, да, у нас мы поднимаем пальцы вверх. При этом мы делаем выдох, да, мы широко открываем рот, и наши пальцы ребенок должен перевернуть вниз. Здесь у нас идет наше взаимодействие наших двух полушарий. То есть мы дышим, наши органы дыхания дышат, и при этом мы поворачиваем наши пальчики, да. То есть когда мы вдыхаем, дыхаем мы носом, вот так вот мы выдыхаем, вот таким вот образом. Пальцы смотрят вниз, да, и одновременно переворачиваем их. Здесь у нас дыхание медленное и глубокое. Когда мы дышим, у нас двигаются только кисти рук. Не полностью руки, да, у нас не двигаются. Там голова у нас не двигается, ребенок у нас сам не двигается. А двигаются только органы дыхания, да, то есть мы вдыхаем, выдыхаем, выдыхаем мы с открытым ртом. И при этом двигаем наши руки. То есть у нас здесь идет движение рук, и опять наше же так называемое межполушарное взаимодействие происходит. Следующий момент это кулак-ладонь. Исходное положение. Ребенок стоит, ноги на ширине плеч, голова прямо, глаза смотрят вперед. Это тоже важно понимать, чтобы у нас голова была там не в одну сторону, да, там не вниз загнута, не вверх, а ровно. Руки вытянуты в стороны, ладонь одной руки смотрит вниз, пальцы смотрят в сторону. Ладонь другой руки сжата в кулак. Во время команды взрослого вдох, ребенок одновременно разжимает кулак одной руки, которая смотрит вниз в пол, да, а другую сжимает. То есть мы дышим, и при этом дышат наши ладони. То есть мы вдыхаем, одно разжимаем, другое сжимаем. Во время команды взрослого выдох, ребенок одновременно меняет положение кулака и ладони. Подышать быстро, мы дышим сначала медленно, да, потом дышим немножечко быстрее и быстро уже меняя положение кулака и ладони попеременно. А здесь, опять же, обращаю ваше внимание, что мы это делаем не совсем так быстро, да, чтобы, опять же, так, Наталья, покажите как. Смотрите, первое я вам показала воздушный шарик, да, второе, это мы делаем с вами большие пальцы, тоже кулак пальца показала, и кулак ладонь. Но здесь у меня не будет видно, потому что камера очень близко, смотрите, вы, два упражнения я показала, третье упражнение это вот кулак ладонь. Одна рука у вас смотрит вот таким вот образом, только она у вас будет вот в бок, а вторая у вас в кулаке. И когда вы вдыхаете, вы их меняете, они должны быть расставлены, но я покажу вот так, чтобы видно было, да. Когда вы носом вдыхаете, эту руку вы вот так делаете, выдыхаете. Теперь, когда вы выдыхаете, вы делаете наоборот, то есть ребенок выдыхает. Опять вдыхаете. Вот таким вот образом. Потом вы делаете это быстрее. Я надеюсь, я объяснила. Следующий момент – это наши глазодвигательные упражнения. Что касается глазодвигательных упражнений. Ребенок уже к трем годам может оценивать пространство на 180 градусов, да, то есть вот наши 180 градусов. И отслеживать, да, по горизонтали, вверх-вниз и лево-право по 180 градусов. Без поворота головы, то есть он не должен крутить голову. Но исходя из, допустим, собственного опыта, когда у меня дети приходят на скоростение, у них очень узкий угол зрения. Они очень узко видят. Почему это плохо? Мы все с вами понимаем, да, чем меньше наш глаз захватывает информация. Сейчас отвлекусь. Вопрос от Яны. Руки обязательно должны быть в сторону. Да, лучше, чтобы они были в сторону. Это упражнение, тогда оно немножечко усложняется. Если ребенок не может, допустим, на первых этапах этого делать, то можно делать сначала перед собой. Но желательно, чтобы это было в сторону, руки были в сторону. Но давайте вернемся к нашим глазодвигательным упражнениям. Как я уже сказала, да, приходя дети на то же самое скоростение, я вижу, что у них очень узкий угол зрения. Не знаю, замечали, может быть, кто-то из вас это тоже замечал, что ребенок видит очень узко. И как я уже сказала, что если в наш анализатор, в наш глаз попадает очень малое количество информации, допустим, маленький кусочек текста, то, естественно, у нас ребенок и читает медленней. Почему это плохо? Если он нас читает медленней, мы все с вами понимаем, что у нас и домашнее задание будет делать медленней, и выполнять какие-то упражнения, опять же, он будет делать медленней. Вот почему именно это важно для того, чтобы у нас был широкий угол зрения. Как я уже сказала, да, очень часто у детей сужены поля зрительного восприятия. И ребенку, чтобы там прочитать что-то, он двигает голову, да, он поворачивает ее. Если объем зрительного восприятия сужен, он видит только то, что вот перед ним, вот у него как бы очень узкий угол зрения. Остальное он замечает только с помощью поворота головы или же всего тела. Да, вот Людмила пишет, что не видит соседнюю букву, цифру при работе с таблицей Шульте. Да, это есть у нынешних детей. И я уверена, Людмила, что не только у вас вот детки видят одну букву и соседнюю не видят, а говорить о том, что увидеть всю таблицу Шульте, да, уже, ну как бы, можно сказать, и речи нет с некоторыми детьми, что необходимо развивать, необходимо дальше двигать наших деток и увеличивать угол зрения. Да, это тренируется, это возможно. На первых порах у детей даже, возможно, ну как бы, такие неприятные ощущения в момент тренировки. Но это необходимо делать. Неудивительно, что дети, у которых узкий угол зрения, да, могут быть травматичны, очень быстро устают, естественно, им нужны дополнительные затраты для того, чтобы прочитать, для того, чтобы увидеть и так далее, чтобы что-то сделать. Какие же глазодвигательные упражнения мы с вами можем использовать? Прошу прощения. Первое, это следим за предметом. Исходное положение у нас, ребенок может сидеть, может стоять, но при этом голова неподвижна и рот закрыт. Первый уровень, да, первое задание. Прямыми руками. Ребенок держит ручку с ярким колпачком, либо небольшую игрушку, либо конфету, ну, какой-то предмет над переносицей сначала правой прямой рукой и ведет ее вправо, задерживая на 1-2 секунды. Вот, допустим, сейчас, ну, любой яркий предмет, вот так вот мы с вами держим, да, перед собой и ведем его вправо. При этом мы с вами задерживаем нашими глазами, да, и на 1-2 секунды, то есть мы ведем-ведем до того момента, пока мы с вами видим ее, мы ребенку говорим о том, что вот пока ты видишь, ты ведешь ее, да, и задерживаем на 1-2 секунды. После чего, когда мы отвели, мы опять глазками возвращаемся, да, и перед нами это, ну, у меня вот игрушка, да, перед нами она должна остановиться. Голова не двигается, и глаза ребенка следят, ну, там, это может быть, как я уже сказала, да, ручка, это может быть игрушка. Следующий момент, ребенок перекладывает наш предмет в левую руку, держит, опять же, над переносицей, да, то есть таким вот образом мы держим ее на вытянутой руке, ну, просто у меня близко будет, и ведет обратно. При этом голова не двигается, и мы следим, да, там, за одной точкой. Это может быть кончик ручки, это может быть, там, середина, какой-то яркий предмет. То есть мы говорим ребенку о том, что он следит за одной точкой, которая находится на нашем предмете. Следующий ребенок берет наш предмет уже двумя примерными руками и ведет вверх, да, то есть вот таким вот образом мы берем нашу и ведем вверх, да, то есть и глазками мы следим. Опять же, доходим до конечной точки, поднимаем наши глаза, да, до конечной точки, и после чего останавливаем на 1-2 секунды, то есть фиксируем взгляд, и возвращаем в наше исходное положение. При этом, как я уже сказала, голова не двигается, глаза ребенка следят за нашей точкой. Следующий момент. Также мы делаем только вниз. Ну, то есть у нас как бы 4 направления. Сначала мы делаем одной рукой вправо, потом мы делаем влево, да, вверх и вниз. Вот таким вот образом. Следующий момент, что мы делаем, опять же, повторюсь, что руки в момент этого упражнения прямые, они не сгибаются в локтях, и они не сгибаются в момент нашего передвижения. Да, Игорь, можно делать и с указательным пальцем, но скажу по опыту, если что-то такое яркое у детей, то они это делают немножечко активней. Мы можем использовать любой предмет для движения. Здесь не принципиально. Руки, как я уже сказала, не сгибаются в момент именно первого упражнения. Потом называется, так сказать, второй уровень. Те же самые упражнения мы уже предлагаем детям согнутыми в локтях. То есть, ну, вот таким вот образом, поближе. Это то, что касается наших глазодвигательных упражнений. А здесь упражнение выполняется не более двух раз на каждом уровне, да, то есть мы не мучаем наших детей для того, чтобы они отточили это. Нет, мы делаем это по два раза, где-то можно делать один раз. Следующее упражнение – это упражнение двигательного репертуара. Что же здесь делаем мы? Упражнение двигательного репертуара. В процессе выполнения упражнений двигательного репертуара происходит постепенное освоение пространства собственного тела и пространство вокруг собственного тела. Мы отрабатываем такие понятия, как вверх-вниз, впереди и позади, право-лево. Это является хорошей профилактикой нарушения письма, чтения и счета, опять же, у наших старших дошкольников. Мы все с вами понимаем, да, что если у ребенка будут трудности с этими понятиями, с понятиями вверх-вниз, впереди-позади, право-лево, то то же самое письмо, тот же самый счет и чтение будут даваться ему намного сложнее. Первое из упражнений – это так называемое зеркало. Что же происходит у нас здесь? Взрослый встает напротив ребенка. Взрослый напоминает ребенку, что если встать лицом друг к другу, то право и лево меняются. По указанию взрослого ребенок должен показать сначала у себя, да, и потом у взрослого, да, допустим, левую руку. То есть он становится, говорит, у меня лево здесь, у взрослого лево на противоположной стороне, да. Потом правое плечо, правое плечо у меня вот здесь, да, а у взрослого там, или это можно проводить и в парах, да, если позволяет возможность. То есть у моей пары там правое плечо вот здесь и так далее. Мы показываем левое колено, там правую ладонь. Вот таким вот образом отрабатываем этот навык. Следующее, это когда взрослый показывает движение, ребенок должен их повторить. При этом, если взрослый выполняет движение правой рукой, да, то ребенок тоже должен выполнить движение правой рукой, то есть как бы отзеркалить его. Допустим, взрослый дотрагивается левой рукой до левого уха. Ребенок тоже должен отронуться левой рукой до левого уха. После чего взрослый ребенок меняется ролями. Здесь ребенок командует и проверяет правильность выполнения задач и заданий. Взрослый выполняет задания, чтобы сделать упражнение более эффективным. Нашему взрослому рекомендуется иногда ошибаться, и ребенок должен это заметить. Он должен отличить правильную работу от неправильной. Следующее упражнение – это робот в поисках клада. Мы предлагаем ребенку поизображать робота, точно и правильно выполняющего команду взрослого. Взрослый объясняет и показывает ребенку, что такое, допустим, приставной шаг. Ребенок делает шаг одной ногой, потом другую ногу ставит рядом с первой. Затем взрослый задает и отрабатывает с ребенком, допустим, количество шагов, бит шагов. Это могут быть большие шаги, средние шаги, маленькие. Направление движения – вперед, назад, вправо, влево, поворот. Можно придумать там какие-то свои движения, которые вы будете отрабатывать с ребенком. Или с какой ноги нужно сделать шаг и так далее. Взрослый говорит, ты будешь выполнять мои команды. Если я скажу шаг вперед, ты делаешь шаг вперед. Если я скажу два шага влево, ты делаешь два шага влево. И так далее, если я говорю большие шаги, ты делаешь большие шаги. Если ребенок хорошо усвоил упражнения, взрослый может сразу две-три команды. Например, шаг вперед, затем поворот направо, четыре маленьких шага вперед и так далее. По мере того, как вы видите, как ребенок, как воспитанник усваивает информацию, как он принимает ее, мы увеличиваем количество задач. На первых порах дети могут выполнить одно упражнение, одну инструкцию. А потом они могут выполнять до пяти, запоминать эту инструкцию и выполнять уже до пяти упражнений. А если еще в конечную точку положить сюрприз, то выполнять станет упражнение проще и приятнее. А также это наше двигательное упражнение. Еще мы с вами сейчас разоберем упражнение. Это упражнение на развитие нашего внимания. Первое – это сомни листочек. Упражнение. Одновременно двумя руками ребенок должен снять два листочка бумаги, а потом их разгладить. То есть мы предлагаем ребенку, к сожалению, не подготовила, прошу прощения, два листочка бумаги и вот таким вот образом он должен поднять и сжать наш лист бумаги. Потом мы этот лист бумаги кладем на поверхность и одновременно предлагаем ребенку вот такими движениями разгладить. Если он какие-то свои движения придумает, то пожалуйста. Но здесь мы говорим о том, что ребенок должен сначала смять наш листочек, а потом его разгладить. При этом смять он должен сначала на весту. Первое время разглаживать мы предлагаем на чем-нибудь, а потом мы предлагаем просто разгладить пальчиками. Здесь у нас разрабатывается наша, во-первых, мелкая моторика и внимание. И мы предлагаем опять же сделать это как можно быстрее. Чем ребенок быстрее это сделает, тем эффективнее будет упражнение. Еще одно упражнение это замочек. Ребенок складывает руки в замок, вот таким вот образом, да, и крутит нашими большими пальцами. Не знаю, видно у вас таким вот образом. Вот так вот мы накручиваем наши большие пальцы. Вот таким вот образом. Сначала мы делаем с вами в одну сторону и потом в другую. Сначала мы делаем это, естественно, медленно. И упражнение должно дойти до максимально быстрого. Ребенок должен сосредоточенно смотреть на свои большие пальцы, да, и двигать наши пальчики как можно быстрее. Это упражнение, да, для развития нашего внимания, да, пи-мелкой моторики. Еще такой блок упражнений, это упражнение для развития нашего межполушарного взаимодействия, как я уже сказала, нашего мозолистого тела. Упражнение улучшает мыслительную деятельность, синхронизирует работу полушарий, способствует улучшению запоминания, повышает устойчивость внимания, облегчает процесс письма, что немаловажно. Как я уже говорила, что продолжительность занятий зависит от возраста. Может составлять от 5 до 10 минут и 20-35 минут в день. Заниматься, как я уже говорила, необходимо ежедневно и в комплексе, да. Давайте рассмотрим с вами, какие же мы упражнения с вами можем делать. И почему необходимо учитывать определенные условия. Лучше проводить эти занятия утром. Как я уже сказала, проводить их лучше ежедневно, без пропусков. Проводить нужно в доброжелательной обстановке. Если ребенок, вы понимаете, сейчас не готов заниматься, не нужно его заставлять от детей, требуется точное выполнение движений и приемов. Не так, что мы показали. Видим, что ребенок у нас выполняет не совсем так, да. Ну и как там, а, и выполняет, ну и как бы, ладно с ним. Пусть, главное, что выполняет. Нет. Ребенок лучше выполнить меньше, но качественнее, чем больше, но некачественнее. И упражнение проводится стоя или сидя, да, и проводится по программам. То есть не так мы выхватили одно упражнение. Нет. Вы должны для себя составить такой вот план для себя. Если вы работаете в комплексе с другим специалистом, то вместе с этим специалистом и этот комплекс, да, вы применяете. Вы понимаете, что мы не одно и то же упражнение, да, даем детям на протяжении всех этих 45 дней, да, в комплексе. А мы развиваем все направления. Мы развиваем наши глаза двигательные и дыхательные упражнения, да, даем их все в комплексе. Ну, цель наших упражнений, да, как я уже сказала, это межполушарное взаимодействие, межполушарная специализация, межполушарных связей, их синхронизация наших полушарий, развитие мелкой моторики. Мы все понимаем, да, сами, что мелкая моторика важна. А способности памяти, внимания, речи, мышления и устранение дислексии. Касаемо дислексии, наверное, вы все заметили, что сейчас идет большое количество детей дислексиков, что потом переходит, да, на сложности в обучении. А какие же упражнения, что мы с вами можем делать? Первое упражнение – это колечко, да, подчередно, как можно быстрее мы с вами перебираем наши пальцы рук. Вот таким вот образом, да, мы меняем их от указательного к мизинцу, потом в обратном порядке. Сначала мы выполняем каждое упражнение отдельно, а потом мы это делаем уже двумя руками, вот таким вот образом, да. Я вот сейчас картинку покажу. Вот у вас на картинке наше упражнение колечко. А следующее – это кулак, ребро, ладонь. Три положения на плоскости стола, да, здесь у нас ребенок сидит, то есть на плоскости мы сначала, у нас рука шата в кулак, потом у нас ладонь, да, и потом у нас ребром на плоскости. Расправленная ладонь. Она выполняется сначала правой рукой, да, потом левой, а потом затем двумя руками вместе. Количество повторений 8-10 раз. Сначала, если ребенок плохо у нас усваивает этот момент, если он у нас затрудняется выполнять, да, то он может говорить вслух, допустим, «кулак, ребро, ладонь». Кулак, ребро, ладонь, прошу прощения. И мы это произносим вслух, потом мы это произносим про себя, да, а потом это уже… Нет, Юлия, это не диагностическая проба, а это нейропсихологическое упражнение, которое развивает у нас нейронные взаимосвязи. Вот таким вот образом у нас идет расположение, да, то есть кулак, ребро и ладонь. Следующее упражнение – это лезвинка. Левую руку сложите в кулак, да, большой палец отставьте в сторону. Кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой руки, то есть вот таким вот образом, да, у нас. После этого одновременно смените положение правой и левой рук, то есть мы делаем сначала вот так, да, а потом мы с вами меняем вот так, вот таким вот образом. И мы должны предложить ребенку добиться максимально высокой скорости смены положений и повторить это 6-8 раз. Вот таким вот образом, да. Вот мы на картинке видим, да, то есть сначала у нас одна рука, потом мы меняем. Вот таким вот образом. Следующее очень интересное для детей упражнение, просто исходя из собственного опыта, это зеркальное рисование. Мы кладем на стол лист бумаги. Возьмите обе руки, да, по карандашу. Сначала дети, могу сказать, не очень довольны, они злятся, им не нравится, что у них не получается. И мы предлагаем начинать рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки или, допустим, там буквы, обводить по линиям. При выполнении этого упражнения вы чувствуете, начинает ребенок потом чувствовать, да, либо вы сами, как расслабляются глаза, руки, когда деятельность обоих полушарий начинает синхронизироваться. И заметно увеличивается эффективность работы всего мозга. То есть здесь у нас идет взаимодействие двух полушарий. Как я уже сказала, дети очень любят. Можно на первых порах предлагать, да, это вот обведи по точкам наш рисунок, если он симметричный, он просто подразделен по серединке, пополам, да. Мы предлагаем сначала, допустим, нарисовать контур, а потом мы предлагаем раскрасить этот наш контур. Следующий момент – это ухо-нос. Здесь мы левой рукой беремся за кончик носа, да, а правой за противоположное ухо, то есть вот таким вот образом. Потом мы предлагаем ребенку хлопнуть, да, и поменять наши руки вот таким вот образом. И мы это предлагаем, да, ребенку. Сначала мы показываем это медленно, а потом мы начинаем делать это быстрее. Когда ребенок сбивается, да, это происходит очень и очень весело. Следующий момент – это скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в залог и выверните в себе, да, вот таким вот образом. Двигайте пальцем, который укажет предыдущий. Допустим, указательный палец там, и мы говорим, сначала это может быть просто указательный, да, прикасаться к пальцу нельзя. И мы должны поучаствовать всеми пальцами рук. А потом мы говорим ребенку, что, допустим, указательный палец левой руки, и он двигает, не видно, двигает указательным пальцем левой руки, указательный палец правой руки, да, там, либо большой палец правой руки, и он должен определить еще при этом, каким пальцем он должен подвигать. Вот таким вот образом. Следующая – горизонтальная восьмерка. Здесь нам предлагают упереться языком во рту, в зубы, стараясь как бы их выдавить наружу, да, расслабьте язык, повторите 10 раз. То есть мы выдавливаем и перестаем давать давление, ну, как бы расслабляем, да, и так мы делаем 10 раз. А потом мы прижимаем язык во рту к левой щеке, к правой, и повторяем это 10 раз. И также, допустим, за нижними зубами, выгнуть его горкой, расслабить, то есть работаем с языком. После чего мы вытягиваем перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжатых в кулак, да, и оставить вытянутым указательный палец и средний. То есть нарисовать в воздухе этими пальцами, вот таким вот образом, да, знак бесконечности, как можно большего размера. И здесь рука из центра этого знака пойдет вверх, начните слежение не мигающими глазами, то есть мы следим глазами за тем, как мы рисуем нашу восьмерку. И не поворачиваем голову, то есть мы двигаем только наши глазки, опять же. Здесь, у кого возникли трудности, они должны увидеть тот момент, то есть ту точку, где случается наша остановка, да, и провести эту восьмерку, как бы заглаживая рукой. Необходимо добиваться плавного движения глаз без остановок и фиксаций. В месте остановки потери нужно провести рукой несколько раз туда и обратно, то есть как бы загладить и движениями загладить наш момент фиксации. Одновременно с глазами следите за движениями пальцев по траектории горизонтальной восьмерки и хорошо выдвинутым изо рта языком, то есть потом еще мы добавляем наш язык. Еще для взаимодействия полушарий, для развития наших нейронных связей мы можем использовать струб-тест. А здесь, ну, наверное, многие из вас им пользуются, мы должны назвать цвет, которым написано слово. Допустим, синий, зеленый, черный, красный, синий и так далее. Мы называем именно цвет, которым написано слово. Следующее очень нравится детям. Это алфавит движения. Здесь у нас и восприятие букв, снижение артикуляции при чтении с учетом ансинхронных движений, провоцирует взаимодействие левого и правого полушария мозга. Это у нас, опять же, развитие наших нейронных связей. Каждая таблица содержит полный алфавит. Сейчас я вам покажу эти таблицы. Суть заключается в том, что ребенок громко произносит букву вверху каждой клетки и поднимает соответствующую букву. Правая, левая, там, руку, прошу прощения. И это может правая, левая, либо обе руки. В более сложном варианте используются руки и ноги. То есть верхнюю букву называем среднее движение рук и нижнее – это движение ног. Первая таблица у нас выглядит вот таким вот образом. Допустим, мы называем «Т» и поднимаем правую руку. «Э» – поднимаем левую руку. И левую руку. Вот таким вот образом. Если включая ноги, таблица выглядит вот таким вот образом. То есть буквы больше. Еще одно очень полюбившееся упражнение. Упражнение у нас называется «Кто быстрее?». В игре используется, наверное, многие из вас видели сейчас у современных детей. Так называемый «Поп-ит». Дети очень любят. Здесь у нас мы закрепляем еще и умение счета до десяти. Развиваем дух дружеского соперничества. И продолжаем формировать навык игры в парах. Что же у нас должно быть в наших материалах? Это «Поп-ит» для каждого участника. Карточки с цифрами. Фасоль или другой подручный материал, который подместится в нашу вот эту вот дырочку от «Поп-ит» под версии. Ход игры. Каждый из игроков вытягивает карточку с цифрой от одного до десяти. На скорость каждому ребенку одновременно необходимо двумя руками и лопнуть пузырик, да, и вложить в него фасоль. Допустим, мы достали цифру пять. То есть одной рукой мы лопаем пузырик, вгинаем у нас «Поп-ит», для этого предназначено, да, вгинать наш пузырик. А второй рукой кладем одну фасолинку. Потом, допустим, и так мы делаем пять раз. У нас же циферка пяти выпала. То есть одну мы нажимаем, кладем фасолинку. Нажимаем, кладем фасолинку. А здесь мы... Игра носит у нас соревновательный характер, да, дети соревнуются в скорости, складывать мелкие детали в отверстия. Это непросто, но дети очень любят и очень быстро выполняют это упражнение. А также еще такое упражнение, как «Повтори фигуры», да. Используется магнитный конструктор. Мы можем даже давать вот фигуры, как сейчас у вас на экране, это фигура с инструкцией. Мы кладем, и дети должны по образцу выложить нашу фигуру на столе или какой-либо поверхности. И еще такое упражнение, это уже «Повтори еды», да. Тоже мы также можем взять, вот я взяла кусочек из инструкции, то есть мы говорим ребенку, что ты повторяешь первый ряд. Он сначала это выкладывает, потом можно сделать эти упражнения на память. То есть мы показываем ребенку первый ряд, он смотрит несколько секунд, запоминает, а потом пытается выложить уже по памяти наш ряд. Ну, это то, что касаемо наших игр, да. Могу сказать честно, на своей практике использование игр и нейропсихологических приемов, которые я сегодня вам рассказала, они положительно, благоприятно сказываются на развитии умственных способностей, особенно дошкольников. Но интересны они и школьникам, они развивают мозговую активность, повышают внимание, повышают память. И за счет этого, естественно, у нас улучшается наша умственная деятельность, и потом дети менее рассеяны. Такие игры мы с вами можем предлагать не только в наших образовательных учреждениях, но и родителям. Ну, надеюсь, моя информация сегодня была вам интересна и полезна. Вопрос от Игоря. Можно делать упражнение для зрения с указательным пальцем. Я уже сказала, что лучше, если это будет либо игрушка, да, либо это будет ручка. Ручку удобнее держать. Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Еще раз повторюсь, вы можете скачать и презентацию, сейчас вам, наверное, Татьяна Викторовна еще разочек напомнит, как это сделать. И в самом конце еще есть файл, это игры на кухне, да, которые вы можете использовать для раздатки родителям, да, вы можете там куда-то их положить и использовать таким образом. Надеюсь, информация была интересной и полезной. Насколько я вижу, вот пока вопросов нет, но, наверное, я буду завершать. Спасибо большое. Было приятно с вами работать. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok